Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас рубрика ванна у Светланы у нас будет очень простой и очень эффективный вечерний уход. Итак, поехали! Начинаем с очищения. Самое главное убрать с лица макияж. У меня мицеллярочка вербена, любимая, фаберлик, артикул 0987. Я всегда беру 3 ватных диска, мне прям достаточно, потому что на лице тона нет, а на глазки мне хватает, но лицо все равно мицеллярочкой очищаем, потому что мы с вами ходили на улицу, даже если не ходили, все равно надо, потому что она хорошо растворяет загрязнение. Если пользуемся СПФ, то это обязательный момент. Я сегодня не пользовалась, кстати. А так стараюсь тоже пользоваться СПФ, поэтому мицеллярочка, либо гидрофильное маслице обязательно. Крем СПФ очень тяжело с лица удалить. У нас сейчас жара, поэтому уход прям будет такой минимальный, но очень-очень эффективный. Направленный на очищение, потому что несмотря на то, что не утяжеляю кожу свою сейчас в жару, даже кремом лишний раз не воспользоваться, когда 30 градусов и за 30. Стараешься протонизироваться, сыворотку какую-то хорошую и все, и этого как бы достаточно. И то все равно, вот смотрите, вылезают прыщики, вот такой подкожник. Я его уже вскрыла, я их всегда вскрываю. Я всегда так делаю. У меня это редкое явление. Вот сейчас в жару вот такое вот вылезло. Потом с вами удаляем макияж с глазок. Вербена отлично справляется с этой задачей, даже если у нас какие-то с вами стойкие продукты на глазах. И вот третий диск, как раз он мне нужен, чтобы убрать следы от макияжа глаз, в основном от туши. Мне вот трех прям достаточно. Готово. Мицеллярку обязательно смываем пенка. У меня сейчас вот такая в использовании гималая с углем. Тоже хорошая очищающая пенка, убирает грязь из пор, очищает кожу для нормальной и для жирной кожи. Хорошая пенка, она не черная, кстати, это флакон черный, тут обычная такая прозрачная жидкость. Жидкость и пенка белая. Удобный тазатор, прям много пены выдает. Она такая классная, воздушная, прям суперская. Щеточкой, либо вот так ручками прохожусь. Еще мне нереально нравится все запах. Есть аромат свежескошенной травы. Вот какая-то прям зеленушечка такая. Очень классно. Пенка должна на лицо у нас быть 2 минуты. Рафия либо щеточкой своей любимой, ради с кем прохожусь. Либо ручками, но тоже 2 минуты массирую. Потому что именно за такое время у нас любое очищающее средство, пенка, гель и так далее способны растворить загрязнение. И смываем. Пенка хорошо очищает кожу. Ничего не хочу сказать, прям практически до скрип, но мне маловато. Мне хочется, чтобы завтра вот этого уже не было видно. Поэтому я воспользуюсь чистой линией. Вот такая вот штучка у меня есть. Это скраб маска 3 в 1 против прыщей. То есть можно и как маску оставлять здесь белая глина, цинк и мята. А можно как умывашку использовать, как скрабик такой. Гамажик, не знаю, больше, наверное. Потому что тут частиц-то нет практически. Мне больше нравится вот как умывашку. Они мелкие такие. Они, в принципе, ощутимые. Их использовать как умывашку. Но вот больше на гамаж похоже. У меня кожа непривередливая. К прыщам не склонна. У меня их даже в подростковом возрасте не было. Поэтому, в принципе, вот если я себе такой... Если у меня есть высыпания какие-то, я себе вот такой вечерний уход устрою. У меня с утра уже следов. Вот от прыщика не будет. Совсем не будет. Кстати, прямо она маска, мувашка пощипывает. Прям пощипывает, скорее всего. Я думаю, там мята, может быть масло, мята. Прям пощипывает, пощипывает хорошо. И вот те места, где есть высыпание, я как следует, как следует очищаю, скрабирую. И в этой зоне прямо сейчас хорошо так пощипывает. Прям у-гу-гу. Вообще не обязательно иметь прям кучу входовых средств на лето, я так считаю. Пусть это будет 2-3 средства. Ну, 5 пускай. До классных. Ну, классных, подходящих, самое главное. Подходящих и работающих. Так, все смываю. Прям-то зона жжет сейчас. Как интересно. У меня до этого так не было. Ну, вот сейчас хорошо, красота. Вот сейчас прям до скрипа. И уже не видно, кстати, вот эту вот малышку. Дальше беру тонер от Farmstay. Вот такой у меня сейчас в любимчиках. Очень хорошо подходит на лето. Прям классный, суперский, потрясающий. Он с муцином у литочки освежает. Классно тонизирует. Тоник не обязательно с тонером использовать. Перед тонером я уже вам говорила. Это что-то среднее между сывороткой и тоником. Я вот так на ручке прям распределяю. Несколько капелек. И на лицо потом. И как утренний уход, и как вечерний очень хорошо подходит. Очень хорошо. Прям немножко освежает даже. Я бы так сказала. Совершенно не утяжеляет, не ощущается. Мне вот нравится прямо на утреннее применение. Красота. Тонер нанес, и уже кожа выглядит великолепно. Я люблю после тонера вот так немножко похлопать. Сделать массажик. Про декольте тоже не забываем. Ну а дальше подключаю тяжелую артиллерию. Девчонки, это сыворотка, которая просто запала мне в душ. Это бренд To My Skin, сыворотка с ретинолом и витамином С. Почему она? Во-первых, разглаживает мелкие мимические маршинги. Есть накопительный антиэйдж эффект. После нее кожа очень упругая и напитанная изнутри. А также борется с пигментацией благодаря содержанию в составе витамина С. Витамин С, кстати, кто не знает, это кислота. Это кислота, аскорбиновая кислота, витамин С. Поэтому, если вы пользуетесь сывороткой на утреннее применение, то обязательно используем средства с СПФ перед выходом на улицу, перед выходом на солнышко. Я использую эту сыворотку на ночь. Если используем на ночь, то на следующий день, соответственно, уже не обязательно использовать крем СПФ. Но, опять же, зависит от вашей кожи, от того, как она реагирует на солнечные лучи и есть ли у вас склонность к пигментации. Что же такое ретинол и зачем он нам нужен? Ретинол, на самом деле, это очень простой и очень крутой компонент. Это витамин А, который нужен абсолютно любому типу кожи, а в особенности кожи возрастной. Что же он делает? Он ускоряет обновление клеток, он стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, то есть собственной гиалуроновой кислоты в коже. Он повышает ее упругость и эластичность. А еще уменьшает потерю влаги. А летом это особенно важно. В жару, то есть зимой это все понятно, мы сохнем, а летом кожа теряет вообще немыслимое количество влаги. И поэтому обязательно нужен компонент, который будет сдерживать это явление и предотвращать вот эту излишнюю потерю. Это, на самом деле, очень важно. Поэтому летний уход, он тоже должен быть продуманным. Ну а витамин С в составе сыворотки, он как раз усиливает действие ретинола, работает как мощный антиоксидант и сокращает пигментацию, борется с ней. А вместе они способствуют образованию новых клеток. Поэтому мы с вами не стареем, а молодеем. Вот так выглядит пипеточка. Вот такая вот мутненькая жидкость с очень приятным запахом. Мне нужно всего три капельки, потому что сыворотка на водной основе. И благодаря тому, что она на водной основе, ретинол он быстрее и глубже проникает в эпидермис. Это тоже очень важный момент. Вот трех капелек прям достаточно. Еще очень классный аромат. Он еле уловимый, нежненький такой. Прям вкуснючий. Как будто цветочки с фруктиками. Наносим сыворотку тоже. Не забываем про декольте. Мне и на него хватает, несмотря что основа водная. Чувствуется такое вот питание сразу, моментально. Кожа увлажненная и крем никакой я не хочу даже наносить. Вот мне и моей коже достаточно. Вот прям достаточно. Она сияет, она напитана. Хватит. Анти-эйдж эффект у нас накопительный. И заметно, как подтягивается овал лица. И вот этого недоразумения, благодаря сыворотке, тоже завтра не будет. Потому что опять же кислота поработает там, где нужно. И вот это все уберет. Это на самом деле очень здорово. Лицо сияет. Посмотрите, какое увлажненное. Выглядит лучше и более отдохнувшим, чем с утра. Вот прям и в пир, и в мир, и в добрые люди. Так что ловите лайфхак на лето, на вечерние уходы и на утренние просто супер. Ссылочку на сыворотку оставляю в описании. Ну а кремчик все равно нанесем. Потому что у нас сегодня не 20 уже ночью, а немножко поменьше. Можно воспользоваться кремом. Сильно потеть не будем. А я сейчас использую на лицо омолаживающий крем для шеи и декольте Фаберли Криноваш. 67-83 артикул. И вы знаете, мне очень нравится, как он работает на лице. Вот прям подтяжку заметила. Вот действительно заметила подтяжку, лифтинг эффект. У меня закончился ночной крем из этой серии, я решила попробовать. Попробовать. Вот именно для шеи и декольте заодно и побить, добить побыстрее на лицо. Вы знаете, была приятно удивлена очень с утра эффекту. Вот прям рекомендую. Прям рекомендую попробовать. Вот здесь какой-то лифтинг эффект, такой небольшой подтяжки. Я это заметила. Уже больше недели так делаю. И результат увидела. Сыворотку как раз припитягиваю на с вами кремушку. И вообще красота. А так, когда жарко, совсем жарко ночью у нас. Я даже крем ночной никакой не применяю, потому что кожа очень тяжелая. Сегодня у нас там градусов 15-16 терпимо. Можно и напитаться, пока погода позволяет. Ну вот и все. Вот такой вот простой вечерний уход, но в то же время очень эффективный. С акцентом на очищение, как я всегда люблю, на хорошее очищение кожи. С акцентом на анти-эйдж эффект. Немножко кислотного ухода. То есть сыворотка у нас с вами анти-эйдж плюс кислотный уход. Все гармонично, все дополняет друг друга. И с утра мы просто любуемся состоянием нашей кожи. Ровным тоном, упругой, красивой, светящейся напиткой. Ну и на этом все. Ссылочку на сыворотку оставляю в описании. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если так, обязательно ставьте лайк. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.